Всем привет, с вами Джайка. Сегодня я бы хотел задеть такую тему на моем канале, как маленькое количество просмотров и плохая активность. На самом деле это не единичная проблема на ютубе. Много других ютуберов стыкаются с такой проблемой, даже если они в какой-то период собирали огромное количество просмотров, лайков и так далее, в какой-то момент интерес зрителей может пропасть и тогда это как раз таки происходит. Я не стыжусь того, что моему каналу уже 5 лет, но прям особо большого количества подписчиков у меня нет. Я неустанно снимаю видосы в то время, как десятки тысяч других ютуберов, у которых вроде и все получалось более-менее и контент был хороший, забрасывают это дело спустя пару месяцев, потому что они хотят получить все и сразу, но этого как раз таки не происходит. А если и происходит, то очень редко. В 2013 году еще никто не слышал ни о Моргенштерне, ни у Соболеве, ни у Мамикси и других ютуберах, которых можно часто увидеть в рекомендациях или трендах. По сути я начал снимать еще до всего этого. Тогда на ютубе еще никто особо не скандалил, не было версусов и много чего другого. Не помню, что меня натолкнуло на то, чтобы сесть и записать свой первый видос, но в это влип я конкретно. Первые видосы у меня были абсолютно разные, всякие примитивные туториалы и видосы по моим постройкам в Майнкрафте, так как именно в то время он меня наиболее заинтересовал. Видосы были просто ужаснейшего качества, звук я записывал на микрофон с вебки, поначалу и монтажа даже никакого особо не было. В общем, все в лучших традициях начинающего ютубера, который хочет снимать контент, но понятия не имеет, как это делать. Первый подписчик на моем канале появился где-то через месяца два после создания канала, но я просто безумно радовался и даже упомянул в одном из своих видосов об этом событии. Большое спасибо, что хоть кто-то решил подписаться на мой канал, у меня теперь есть один первый подписчик, огромное спасибо ему, что не поленился нажать клавишу подписаться. По сути, первые полтора года или даже два я на своем канале особо ничего не менял, тот же формат видосов, тот же простенький нубский монтаж в Комтасе Астудию. Из-за этого мало кто хотел подписаться на канал, если посмотреть сейчас старые видосы, да, они до сих пор есть на канале, я их никуда не девал, то становится понятно почему. По сути, все мое время нахождение на ютубе это такая неспешная вальяжная ходьба. Я не люблю все кардинально менять пару раз в месяц, не люблю снимать всякую хайповую дичь, которую ютуберы вытворяют ради просмотров, не люблю резких поворотов событий. Я просто хочу снимать свой контент, найти какой-то свой особенный формат, который будет нравиться зрителям и от съемки которого даже я буду получать удовольствие. Исходя из всего того, что я сказал выше, уже можно понять, что многие подписчики, что подписались еще пару лет назад или люди, которым как-то помог какой-то из моих туториалов и они подписались в честь благодарности, может быть уже просто неинтересен мой канал или формат видео и соответственно отсюда мы получаем маленький актив на канале. Вообще я человек эмоциональный, но не снаружи, а скорее внутри. Меня много что волнует, я много о чем размышляю, часто копаюсь в себе, поэтому даже несмотря на то, что мое хобби не прогрессирует прям здоровенными шагами, даже в этом я нахожу для себя плюсы и мотивацию. Например, небольшое количество просмотров или лайков под видео научило меня радоваться мелочам. Я рад, что есть даже маленький круг людей, которым я каким-то образом интересен и я это искренне ценю. Если у меня на канале спустя время какой-то видос обретает популярность в плане большого количества просмотров, к которому я не привык, это чудовищная мотивация двигаться дальше, не останавливаясь. Когда под каким-то видео появляется какой-то комментарий, мол, такие классные видосы и так мало просмотров, для меня это также большущая мотивация делать дальше. Если это говорит зритель, который случайно попал на мое видео и которому со стороны всегда виднее, значит в этом таки есть какой-то смысл. Я верю в то, что если вкладывать энергию в какое-то дело, то рано или поздно ты получишь то, о чем мечтаешь. Такой вот небольшой видосик с моими личными мыслями, небольшими откровениями, которые часто залетают в мою голову. На этом все, буду рад вас видеть на своем сервере по Майнкрафту, IP есть в описании, и также в группе канала ВКонтакте, где вы можете первыми узнать о чем будет следующее видео. Спасибо всем за просмотр, всех люблю, всем удачи и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!